Коллеги, давайте мы сначала проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чате, слышно ли меня. Вижу отзывы, что да, слышно. Замечательно. Значит, звук есть. Значит, мы с вами можем начинать. Отлично. Коллеги, ну вы главное помните, что если у вас вдруг пропадет звук, проверьте паузу на громкости на видео со мной. Если вдруг звук прерывается, то лучше заморозьте видео со мной, это не так важно. В крайнем случае, если уж совсем все плохо, то перезайдите из другого браузера. Возможно, все станет еще лучше. Итак, прежде чем мы с вами начнем все-таки по теме вебинара общаться, мне очень интересно узнать, как вы отдохнули, хорошо ли отдохнули, готовы ли к новому учебному году. Морально, физически. Готовы, почти. Отдохнули мало. Видите, какие разные отзывы бывают. В основном я вижу, что у всех написано готовы, полны сил. Отдохнули замечательно. Лета нигде не было, не только на Крайнем Севере. Погода не шла, да. Лет подвело, действительно. Август немножечко вытягивает все лето, согласитесь. Особенно в центральной полосе. Отлично. Ну, я в любом случае желаю вам активного, хорошего и такого позитивного старта данного учебного года. Мы с вами начинаем серию вебинаров, посвященных работе ПОВГОС. И сегодня у нас первый вебинар из этой серии. Это достижение метапредметных результатов на уроках английского языка и внеурочной деятельности с помощью книг для чтения ReadUp. Начнем мы с вами, конечно же, с обзора ПОВГОС. Посмотрим на 16 метапредметных результатов, которые нам выдвигает ПОВГОС. Посмотрим именно 16 и именно с формировками ПОВГОС для начального общего образования. Обязательно познакомимся сегодня с вами с примерами из ReadUp, из всех тех, что у нас сейчас имеются в продаже. Осталось еще чуть-чуть, и линейка сомкнется. 6-7 класс, и будет все полностью, все-все-все. Можно будет вообще не отрываясь от ReadUp вести занятия. Что еще? Рассмотрим с вами, какие все-таки метапредметные результаты эффективнее достигаются на уроках, какие вовне урочной деятельности. Мы до этого с вами дойдем в конце, как заключение. Ну и, конечно же, порешаем тоже логические загадки. Давайте немножечко отвлечемся от теории. Но все это будет, когда уже будем смотреть примеры. Итак, ПОВГОС у нас есть три группы результатов. Это личностные, метапредметные и предметные. Что касается личностных результатов, то они не оцениваются, но планируются. Метапредметные и предметные результаты планируются и подлежат оценке. В начальной школе – внутришкольной, а в пятых-одиннадцатых классах у меня есть опечатка коллеги. Внешне – это ОГЭ и ЕГЭ, соответственно. Результаты достигаются как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Давайте посмотрим подробнее на список метапредметных результатов. Мы не будем его просто вслух зачитывать и переходить к следующему. Мы будем стараться для себя расшифровать, что же от нас там подразумевается. Более того, хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые метапредметные результаты повторяются. По смыслу вы это увидите. Некоторые настолько элементарны, что мы не всегда обращаем внимание на уроках, что мы действительно этот результат достигаем. Бывает такое. Давайте начнем с первого. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. То есть от нас требуется научить ребенка правильно распознавать цель того или иного упражнения, правильно ставить задачи, которые необходимо решить для того, чтобы достигнуть этой цели, и правильно искать способы решения данных задач. Вот, в принципе, и все, что от нас требуется. Мы это делаем на каждом уроке. На каждом уроке мы напоминаем детям, что необходимо внимательно читать задания к тому или иному упражнению, что нужно внимательно вчитываться, посмотреть, что именно от нас требуется. Если дан какой-то план, то, конечно же, внимательно его проанализировать. То есть вот все это входит как раз в первый медопредметный результат. Второе. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Здесь нам ничего особо пояснять не нужно. Сюда входят все творческие задания, все проекты, потому что они требуют, конечно же, творческого отношения. То есть здесь должно быть развито воображение на хорошем уровне. И, соответственно, умение что-то искать, какую-то информацию, будь то в учебнике, либо в дополнительной литературе, или в интернете, например. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия. Определять наиболее эффективные способы достижения результата. А вкупе это все можно назвать регулятивными УД, то, что, возможно, вам ближе. Но так как метапредметные результаты как раз и включают в себя освоенные учащимися универсальные учебные действия и межпредметные понятия, поэтому мы с вами находим здесь как раз внутри метапредметных результатов знакомые нам слова, которые относятся к универсальным учебным действиям. Здесь планирование, контроль, оценка и определение способов достижения результата. Что от нас требуется? Мы должны научить ребенка работать по плану, уметь самому планировать свою деятельность, уметь оценить то, как он выполняет свою же деятельность, контролировать, сверять себя с планом, иду ли я по плану, или я где-то отклонился. И, конечно же, определять способы того, как достигнуть ту или иную цель. Посмотрите, данный пункт, последний, определяет способы достижения результата, он схож с пунктом первым, метапредметных результатов. Четвертое. Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности. Это очень важно. Почему важно? Потому что мы часто бывает просто подошли к ребенку и поправили что-то как-то, помогли ему, подсказали, где найти. Бывает даже, что еще ученик сам не успел попросить у нас помощи, а мы уже бежим ему помочь. Это не всегда верно, потому что, согласно ГОС, мы должны научить ребенка учиться, то есть самому добывать какие-то знания, самому с чем-то сталкиваться и стараться решить какую-то задачу. Однако от нас в ГОС требует, чтобы мы научили его понимать, почему у него что-то получилось, а почему у него что-то не получилось. Соответственно, если у ребенка, видите, что-то не получается, он начинает нервничать, может быть, не хочет доделать какую-то поделку, скажем, то, конечно же, стоит научить его обращать внимание на то, что есть еще в классе педагог, который может подойти и помочь советам каким-то, действиям каким-то. Соответственно, он после этого должен обязательно проанализировать свою причину неуспеха, почему у него что-то не получилось в какой-то там, допустим, поделке или в каком-то задании. И, соответственно, уже в следующий раз, когда он у вас столкнется с этим совсем, то он будет и, конечно же, пятый будет задание задействовано, он будет уже рефлексировать на этот счет и выполнит задание абсолютно верно и не будет уже на этой проблеме спотыкаться. Пятый пункт как раз у нас освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Так как мы говорим о метапредметных результатах из ВГОСНОО, то, соответственно, здесь у нас начальные формы рефлексии. В среднем зрении уже, конечно же, рефлексия только продолжает еще более развиваться и формироваться. Использование знаково-символических средств, представление информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач. Здесь идет речь исключительно о моделировании. Причем модели подразумеваются под моделями и схемы, и карты, и таблицы, и всевозможные диаграммы. Все-все-все это будет одним словом называться моделирование, то есть использование знаково-символических средств. С этим мы сталкиваемся на каждом уроке практически. Очень часто у нас такие упражнения есть в учебнике, очень часто такие упражнения есть в дополнительной литературе. Седьмой пункт. Активное использование ИКТ. Собственно, даже весь пункт зачитывать не требуется, я основные слова подчеркнула, и это действительно так. От нас требуют в год, чтобы мы ИКТ старались вводить, в начальной школе, чтобы мы, ребята, учили вводить текст с помощью клавиатуры. Это действительно для них еще сложнее, что-то новое. На русском они, бывает, печатать очень хорошо умеют, а на английском для них уже немножечко-то все новое. Соответственно, вот мы можем этого всего достигать и в уроках тоже, и во внеурочной деятельности, конечно же. Восьмой пункт. Восьмой, девятый и десятый пункт, мы посмотрим их тоже по порядку, тем не менее они очень взаимосвязаны. И именно они, на взгляд ученых, являются основополагающими в формировании метапредметных результатов. Посмотрите, пожалуйста. Как вы думаете, в какой деятельности на уроке вы можете реализовать все подчеркнутые, поставленные перед нами задачи? Это использование различных способов поиска, сбор, обработка, анализ, организация, передача, интерпретация информации, умение вводить текст с помощью клавиатуры, готовить выступления, соблюдать нормы этики и этикета. Вот Оксана Сурина уже сразу же быстренько ответила. Все верно абсолютно, я с вами согласна, это проектная деятельность. Именно в ней, да, проект верно, мы можем разом реализовать все перечисленное здесь. Хотя, согласитесь, здесь перечислено очень много, да? И все это почему-то не разделено на разные подпункты, да? Хотя мы уже говорили про ИКТ, но тем не менее, вести текст с помощью клавиатуры почему-то в восьмом пункте, да? Не в предыдущем, не в седьмом. Выступать, и это относится к речевым высказываниям, такой пункт мы тоже еще увидим. Но в любом случае, да, так как здесь все наоборот для нас удобно, соотнесено все в одном пункте, мы видим, что это все можно реализовать с помощью проектной деятельности. Вот такая для нас небольшая, ну, польза, да? Девятый пункт. Овладение навыками смыслового чтения. Кстати, на утреннем вебинаре коллеги предположили, что можно восьмой пункт применить весь при смысловом чтении как раз. То есть при чтении каких-либо текстов, рассказов и так далее. Пояснив это тем, что действительно, когда мы читаем, мы собираем какую-то информацию, ее обрабатываем, анализируем, как-то ее можем организовать, соответственно, чтобы выполнить какие-то последующие упражнения. Используем какие-то дополнительные средства поиска, пускай даже не обязательно из интернета, но и из личного опыта, да? Если мы какое-то читаем текст, нам нужно выполнить к нему какое-то дополнительное задание. Единственное, что не всегда понадобится, конечно, вводить текст с помощью клавиатуры, да? Но тем не менее, например, ответить на вопрос после прочитанного текста, да, потребует, чтобы выступить с каким-то вот подготовленным высказыванием, соблюдая нормы информационной избирательности, этики и этикета. Потому что тексты бывают разные, рассказы бывают разные, выбрать из них необходимое, это очень сложно, согласитесь. Соответственно, тоже можно применить сразу весь восьмой пункт, да, на материале только одного чтения, например, как вид речевой деятельности. Итак, девятое. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. По сути, мы с вами тоже проговорили сейчас, да, смысловое чтение, конечно же, подразумевает в себе и анализ информации, и ее синтез, потому что мы ищем что-то для какой-то цели, то есть читая текст для того, чтобы понять какой-то определенный смысл, который от нас требуется в задании. Осознанно строить речевое высказывание, соответственно, все послетекстовые задания, как правило, особенно те, которые требуют выхода в речь, нас призывают к тому, чтобы мы именно осознанно строили речевое высказывание. Десятое. Обладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогии и причины следственных связей. Вот как раз все то самое, да, что нам необходимо и для выполнения проекта, и для выполнения любого, в принципе, задания из школьного учебника, из дополнительной какой-то литературы, да, будь то на кружке, на уроке. В любом случае, коллеги, те, кто жалуются, что пропустили первые 10 минут, не беспокойтесь, мы надеемся, что видеозапись будет нормальная, получится, и вы сможете, если что, наверстать упущенное, посмотрев видеозапись. Пока я посмотрела в чат, сразу же отвечу тогда на вопрос. Администрация школы в начальных классах требует поручные планы по ВГОЗ. Есть ли конкретный шаблон? Что за чем идет? Ведь английский отличается все-таки от других. В интернете много, но правильный вариант какой-то непонятный. Заранее спасибо. Коллеги, я вам точно могу сказать, что единой формы в принципе быть не может, потому что как нет единой формы, скажем, планирования, нет единой формы конспекта урока, так, соответственно, у нас нет единой формы по урочных планов по ВГОЗ. Я знаю, что учтые начальные школы часто бывают обменивать такими планами, у них они более или менее уже стандартизированы, но они и реализовывать стандарт начали раньше, чем мы, предметники, английский язык. То есть до нас стандарт дошел, согласитесь, позже, получается, на сколько? На целый год, да, те, кто были школой, которые заранее в этот эксперимент были включены, они еще дольше, получается, это все на себе проверяют, да. Соответственно, у них уже есть разработанные шаблоны, просто потому что они друг с другом делятся, на разных формах все это выкладывают, соответственно, считается, что у них есть какая-то более-менее разработанная схема. У нас же такой схемы нет, поэтому я знаю, что, да, во многих изданиях они предусматриваются, есть такое, действительно, но, тем не менее, если у вас в школе есть разработанная какая-то определенная форма конспектов, да, вот поурочных планов по ВГОС, допустим, там какой-то был добавляться определенный столбик, да, потому что в каких-то школах требует, я вот проводила вебинар в прошлом году, в сентябре, где мы как раз рассматривали, что в каких-то школах требуют, например, те же самые технологические карты, в каких-то не требуют. Где-то требуют, чтобы в поурочные планы обязательно должна была быть включена колоночка с универсальными учебными действиями, где-то, допустим, не требуют. Где-то требуют, чтобы эта колоночка была расписана, допустим, к каждому урока, а где-то по разделам учебника или на несколько уроков можно их объединять. То есть требования настолько везде разные, что вы можете ориентироваться только на то, что у вас есть сейчас в образовательном учреждении, где вы работаете. В принципе, как-то так. Пожалуйста. Есть ли шаблон по написанию рабочей программы? Шрифт, размер и так далее. Шаблоны я такого никогда не видела. Единственное, что, вот прям чтобы шаблоны, то, что вы имеете в виду по шрифту, размеру и так далее, структура написания рабочей программы, да, есть. Вот ее вы можете посмотреть в литературе ПАВГОС. И касаемо технологической карты, она не обязательно на такой нигде не написана, не указана. Все тоже зависит от образовательного учреждения. Если у вас решено писать технологические карты, допустим, это как-то закреплено в документах, допустим, методическое объединение решило, что все учителя будут писать технологические карты. Это утверждено и есть там подписи, печати и так далее. То, конечно, да, в таком случае вам придется писать технологические карты. Если ничего такого у вас нет, официального, заверенного, да, особенно, чтобы это был заверен директором, например, учреждения, то, конечно же, вы не обязаны их писать. Так, коллеги, вернемся к теме. Вопрос тем не менее, все равно был менее к теме ПАВГОС, это очень приятно. Перейдем к одиннадцатому пункту. Это готовность слушать собеседника и вести диалог. То есть, в том числе, мы должны научить ребят, что они должны быть готовы к тому, чтобы слушать другие точки зрения, принимать их, а не опять сразу в споры. Вот, в принципе, все, что в этом пункте требуется. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Речь идет как раз о сотрудничестве, умении работать в сотрудничестве. А когда у нас учащиеся выполняют, например, проектные работы, они обязательно с этим сталкиваются. То есть, мы должны довести их до того, чтобы они умели друг с другом контактировать и контактировать с педагогом. Тринадцатый. Готовность конструктивно решать конфликты. Посредством учета интересов сторон и сотрудничества. Тоже, да, это не такой сложный пункт. И согласитесь, он очень сильно состыкуется с двенадцатым и с одиннадцатым пунктом, да, там, где у нас говорится вообще о принципах сотрудничества. Четырнадцатое. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности. Здесь речь идет на конкретном предмете. То есть, если мы говорим об английском языке, например, в начальной школе это такой термин, как артикль. В среднем, допустим, герундий. То есть, это специальные наши термины, да, они должны быть, ребятами, конечно же, усвоены. Пятнадцатое. Здесь уже овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. То есть, теми, которые могут быть применены на любом предмете. И последний, шестнадцатый, метапредметный результат, который нам указывает ВГОС, это умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования, в том числе с учебными моделями. Если вы обратите внимание, то шестнадцатый пункт, опять уже идет речь про моделирование. То есть, то же самое, что было написано в пункте номер шесть. Соответственно, вы видите, что у нас не так много на исходе остается пунктов. Основное, что мы должны делать, я вот вынесла в табличку. Результат и деятельность для достижения этого результата. Посмотрите. То есть, у нас должно быть освоено умение целеполагания. Пожалуйста. Соответственно, для этого у нас будет выполняться такая деятельность, как работа с инструкциями, с пошаговыми объяснениями задания. И все это, естественно, на коммуникативный выход. Или освоение решения проблем творческого и поискового характера. Естественно, работа с творческими заданиями. Я даже не стала записать, что это работа с проектом. Вообще, в принципе, с творческими заданиями. С любыми. Не обязательно это будет конкретный проект. Сегодня в чате, например, предлагали веб-квесты. Это тоже вроде бы проект, но это очень-очень масштабное задание. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. Здесь у нас, соответственно, будет проводиться как раз чтение смысловое текстов различных жанров, стилей, включая анализ стратегии выполнения тех или иных заданий, стратегии чтения. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификацию, если я еще забыла внести, но тем не менее. Соответственно, это будет выполнение заданий на чтение с выполнением соответствующих последующих заданий, направленных на сбор, анализ, синтез, информация. Развитие ИКТ-компетенции. Соответственно, у нас будут задания с ИКТ-компетенции, направленные на работу с интернетом, с компьютером, в принципе, и в том числе на развитие критического мышления. Потому что мы сталкиваемся с огромным количеством информации, и нужно действительно критически мыслить, чтобы выделить только то, что нам необходимо, то есть только то, зачем мы к этой информации, в принципе, обратились. И обладение информацией из других предметных сфер. Здесь, в принципе, комментарии излишни. То есть на уроке английского языка у нас это все реализуется очень замечательно, потому что у нас нет своего предмета речи, мы говорим обо всем. И о литературе, и об истории, и о географии, и о биологии, и так далее. То есть вот, пожалуйста, такая деятельность, как правило, выполняется для достижения данных результатов. Да, презентацию можно будет скачать, она будет на форуме. Нет, презентация не только для сопровождения вебинара, она и для сопровождения вебинара, и для вашего, конечно, пользования. Да, вот Илья Михайлович Куров дал сейчас ссылочку, где будет выложена данная презентация. Итак, в самом начале мы с вами говорили, после того, как обозначили три группы результатов, что метопредметные результаты наряду с предметными подлежат оценке. Вопрос как? Естественно, нет пока еще готовых каких-то диагностических работ по английскому языку. Есть работы, если вы посмотрите в интернете, различных научных деятелей, аспирантов с их научными руководителями и так далее, которые пытаются разработать такие диагностические работы. Тем не менее, а что же мы оцениваем, когда мы говорим об оценке метопредметных результатов? Основной объект оценки метопредметных результатов это сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, то есть таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Смотрите, то есть, по сути, мы оцениваем у них сформированность УД, потому что как раз регулятивные, коммуникативные и познавательные. И в том числе умение анализировать то, что мы говорили, логические действия, и управлять своей познавательной деятельностью. Сюда войдет все, и целеполагание, и умение работать по плану, и так далее. То есть вот как это все оценить, как сформировано или не сформировано. Сформировано на высоком уровне или на низком. Вот сейчас-то все еще разрабатывается, конечно же. И существует единственное, что уже выделено сейчас, это форма оценки. Их три. Первое – это результат выполнения специально сконструированных диагностических задач. То есть разработаны специальные тесты, специальные задания. Они, естественно, как правило, на родном языке. Посвящены они только тому, чтобы определить, умеет ребенок, например, что-то анализировать, умеет ли он заполнять таблицу, проанализировав текст, умеет ли он работать по диаграмме и так далее. То есть это такие специализированные задачи. Но они, как вы видите, не очень сильно перекликаются с нашим предметом. Вторая форма – это успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами предмета. Это уже ближе к нам. Соответственно, учащиеся выполняют контрольную, допустим, работу на английском языке, задания которой будут сформулированы для путливого ума. То есть, чтобы их выполнить, нужно будет что-то анализировать, какую-то информацию, наоборот, синтезировать, что-то классифицировать, где-то что-то сравнивать, работать где-то с компьютером и так далее. И все это будет на английском языке. И успешность выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Это как вариант. То есть практически то же самое, что вторая форма оценки. Единственное, что в наполнении будут встречаться межпредметные понятия, то есть, например, задания из курса биологии или из курса литературы и так далее. Соответственно, две последние формы оценки, они имеют преимущество, потому что предмет измерения в данном случае – это уровень присвоения учащимся учебного действия. Либо он будет высокий, соответственно, уровень, либо низкий, как правило. Внеурочная деятельность. Чем же она хороша? Она позволяет получить дополнительные знания на родном языке, позволяет развивать умения поиска и анализа информации, позволяет повышать культурный уровень и воспитывать учеников, повышает мотивацию школьников. И может быть она организована, например, в виде научного общества или кружка, в ходе работы которого учащиеся получают социокультурную информацию о стране изучаемого языка, учатся находить новую информацию, выбирать нужную, знакомиться с жизнью зарубежных сверстников, разыгрывать сценки и так далее. То есть, в принципе, это как вариант. Вы можете, например, в начальной школе проводить такой кружок, либо театральный, либо кружок страноведческий. Соответственно, вы можете выбрать страну, как правило, это Великобритания. В среднем зрении вы уже можете говорить не только о Великобритании, но и о США и так далее. То есть, здесь уже на вкус и цвет, как говорится, на то, чем интересуются данные учащиеся конкретно. Может быть, кому-то действительно больше нравится театральный кружок, кому-то больше будет нравиться страноведческая информация. Здесь уже зависит от вас и ваших учащихся. Очень положительно, что книги Реда по здоровью статитал содержат не только тексты для чтения, но и различные творческие задания. Это, по сути, самостоятельный учебник, реально помогающий работать как вне урока, так и на уроке, пишет Борис Иванович Марков. Да, вот как раз мы дошли с вами до Редапов. Перед вами сейчас все те Редапы, что у нас уже имеются в продаже. Это 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классы. Такие вот красочные, красивые обложки. Давайте мы с вами посмотрим по примерам. Первый пример, да, третье упражнение. Как вы думаете, во-первых, с каким предметом здесь идет у нас межпредметная связь? И какой метапредметный результат мы можем здесь достигнуть? По заданию мы должны догадаться, сколько рыб в каждом ведре и у кого больше. Математика, абсолютно верно. Биология здесь очень косвенно. Биология у нас, скорее всего, во втором задании, в четвертом точнее. Да, здесь у нас с вами математика. Можно передавить, в принципе, да, действительно. А вычисление, да. И вот нам правильно, коллега ответила, логика. То есть логика, соответственно, здесь будет, да, сравнение, анализ. Мы должны сравнить, у кого рыб в ведре больше. Для этого мы должны задействовать математические знания, то есть уметь что-то посчитать. И, соответственно, умение сравнивать что-то с чем-то, да, на основе каких-то принципов, да, в данном случае количество. Хорошо, четвертое задание у нас. Прочитай тексты и соотнеси их с фотографиями рыбок. Здесь уже нам коллеги ответили, что это прерывоведение или биология. В нашем случае, наверное, здесь это, не помню, как называется предмет. Наверное, прерывоведение, да, в начале школьной называется. Соответственно, мы говорим о втором классе. Здесь у нас рыбки. Смотрите, какие красивые. Окружающий мир, точно. Спасибо, коллеги. Вот, пожалуйста, да, связь с окружающим миром на уроке английского языка. А, да, абсолютно верно, мы уже на мой вопрос ответили. А здесь задействованы предметные результаты в виде анализа, потому что нам нужно проанализировать данные нам тексты. Тексты, конечно, еще коротенькие, по два предложения, посмотрите, да. Но, тем не менее... Не количество, а рост детей. Не уверены, коллеги. Я думаю, что все-таки, если спрашивают, сколько рыб в каждом ведре, то, соответственно, и у кого больше. Хотя, хотя, наверное, это зависит больше даже от имени, может быть, не знаю. Нам нужно с вами это все явно прорешать. Итак, тексты они анализируют и, проанализировав, соединяют, соответственно, текст с картинкой. Следующий пример у нас это инструкция, по которой мы делаем открытку для друга. Открытка у нас такая очень, да, лаконичная. Здесь у нас замечательная есть лягушка, которая, да, получается при выполнении определенных действий с ножницами и бумагой. В конце они пишут «Hello», и получается у них вот такая классная открытка. Посмотрите, пожалуйста. Метопредметный результат у нас здесь, конечно же, это пошаговая работа по инструкции, да. Они сначала должны вчитаться внимательно в задание, понять, что перед ним не ставится такая-то цель. Соответственно, выполнить это задание по инструкции. Да, дети любят эти открытки. Посмотрите, действительно замечательные. Фиш, наверное, в единственном числе пишут. Второй вебинар подряд, или уже какой, я не помню, вебинар подряд, у меня попадается пример этот. Мы всегда сословим фиш у всех интересные вопросы. Фишес, они, если будут разнообразные виды рыб, то они будут фишес. Если фиш, то это, соответственно, какая-то определенная рыба. Есть у нас замечательный такой читательский дневник в конце. Пособие, чем он так хорош. В нем учащиеся могут выразить свое мнение по отношению к прочитанному и тексту. Что им нужно для этого сделать? Им нужно ознакомиться на странице 112 с теми, какие могут быть отзывы о книге. Ребята здесь с помощью, посмотрите, бесприводной метод, да, с помощью изображения эмоций и подписи. Они изображают, понравилось им что-то, что-то им было скучно, что-то им, наоборот, не понравилось, что-то их восхитило, да. И они должны заполнить дату, когда они читали тот или иной текст, название текста вписать и, соответственно, заполнить колоночку «Мое мнение». Почему все еще с опорами удалось? Потому что это самое начало, это второй класс. Да, они, правильно, у них будет, соответственно, закрепляться навык неслового чтения. Они проведут рефлексию, они проанализируют прочитанное для того, чтобы все-таки сделать вывод, понравилось, не понравилось. Да, то есть все как в литературном чтении, действительно. Есть рубрика «Жанры», знакомимся с жанрами. Вот перед вами здесь, например, скороговорка. И учащихся просят написать, какая на их взгляд была самая сложная скороговорка в книге. После чего они придумывают скороговорку сами. Посмотрите, медоприментный результат. Они должны все это сделать по инструкции. Плюс они делают творческое задание. И обязательно должны тоже на этот счет отрефлексировать. Замечательно, надо ввести, пишут коллеги. Да, его нужно взять на вооружение, его можно вообще, в принципе, использовать отсюда. И способия. Придумать скороговорку сам. Подбери побольше слов с одним и тем же звуком. Составь из них предложение. Попроси учителя проверить. Посмотрите, у нас идет коммуникация с учителем. То, что нам это предметные результаты прописывают. Что они обязательно должны уметь общаться как со сверстниками, так и с учителем. И предложить вам одноклассникам научиться ее прогнозить быстро и правильно. На правой странице есть замечательные медали. My Top 5. Учащиеся распределяют, кому бы они присвоили такие медали. Мой любимый рассказ, мое любимое стихотворение, мой любимый информационный текст, любимый комикс и любимая скороговорка. Посмотрите, они здесь опять же рефлексируют, выбирают что-то, делятся своими впечатлениями, эмоциями. То есть, пожалуйста. Можно это, естественно, использовать. Жанров очень много. Во всех представленных редапах. Это от сказок, рассказов, пословиц, скороговорок, загадок, комиксов до, посмотрите, в 11 классе, это и научно-популярные статьи, и веб-сайты, и отрывки из исторических произведений, из художественных конкретных, таких любимых нами произведений. То есть, все это здесь есть, все это задействовано. То есть, вы можете посмотреть, как с начальной школы до старшей школы все это возрастает, и их количество, и их, естественно, сложность. Третий класс, редап для третьего класса, отличное задание, такое, связанное с едой. Нам нужно прочитать рецепты и соотнести их с названиями блюд. У меня всегда вопрос, кто-нибудь пробовал из вас готовить по этим рецептам, если у кого-то есть редап для третьего класса. Есть, редап. А пробовали что-то готовить? Не пробовали готовить. Либо редапа нет. Не пробовали. Да, ну вот видите, коллеги, у нас в любом случае есть такое задание. Я даже думаю, что можно с ребятами это все попробовать. Ну вот видите, по рецептам всегда готовили. Я тоже помню, в школе как-то у нас было, не помню, в каком учебнике, но был рецепт пиццы, мы тоже с учительницей все это готовили. Мы, соответственно, должны здесь прочитать внимательно состав, проанализировать его, посмотреть на картинки и правильно соотнести картинку с составом того или иного блюда. Более того, да, вы можете попросить учащихся дома приготовить, вы можете попросить их с родителями приготовить, и можно поделиться фотографиями лично приготовленного блюда. А dictionary skills, чем они примечательны? Тем, что учащиеся у нас учатся пользоваться не просто англо-русским или русско-английским словарем, но пользуются толковым словарем. Посмотрите, с помощью словарета мы живем в более точное слово для того, чтобы назвать тот или иной предмет или то или иное действие или качество. Дано такое задание. Нужно потренироваться выбирать правильные слова для той или иной картинки. Для выбора нам дадут два слова, например, boots or shoes. Соответственно, учащиеся должны посмотреть в толковом словаре значение слова boots, значение слова shoes и уже выбрать то, которое подходит к изображению на картинке. Заполни таблицу, используя информацию о талисманах Олимпиад. Учащиеся сначала читают текст о талисманах Олимпиад. В тексте есть, соответственно, вся информация о выбытке, а в таблице первая строка заполнена полностью. Про Германию, да, соответственно, все остальное, да, но с пропусками. И нам нужно дополнить таблицу до конца. Метапредметный результат налицо. Творческое задание, да, развитие творчества у детей. Рисуй свой собственный талисман Олимпийских игр. Вот они рисуют его, соответственно, они его представляют в классе, и все это будет метапредметным результатом. Компенсаторное умение также у нас будет входить в метапредметный результат, потому что, посмотрите, например, девятое задание. Догадайся о значении слов. Если надо, проверь себя по словарю. Да, мы видим, что нам написано не обязательно посмотреть словарь, а если нужно, да, если совсем вызвало что-то затруднение. Я думаю, что такого затруднения не будет, потому что у нас всегда есть здесь красивые, да, такие яркие картинки, которые отображают значение слова. И, соответственно, перевод нам уже не нужен. Редак для пятого класса. Задание «Прочитай стихотворение и продумируй картинки на иллюстрации в правильном порядке». Если вы обратите внимание, то по картинкам, потому что они здесь нарисованы, в принципе, не прочитав стихотворение или не поняв его смысл, мы не сможем распределить их в правильном порядке. Соответственно, если учащиеся с таким заданием справятся, то они, конечно же, поняли, о чем текст. Да, и, опять же, мы исключаем, получается, здесь возможность того, чтобы это просто сидеть и все переводить, да. У нас идет такая догадка, потому что, по сути, вся история у нас изображена была, нам нужно только читать и смотреть, что было зачем. То, что я говорила, работа с картами, например, да, входит у нас в знаково-символические средства. Конечно же, в том числе и карты, например, «Звездного неба», как в задании «Три» под буквой «Би». Нам нужно записать слова в пропуске, в подписях к большой и малой медведице. Предварительно до этого они читают как раз посвященный им текст. Или такого типа задания, когда учащиеся читают разбитый, текст разбитый на несколько частей, текст, например, то, что перед вами посвящен кенгуру, почему у кенгуру есть сумка. И после того, как они читают кусочек текста, обратите внимание, что кусочек не очень большой, для чтения он очень удобен. Всегда, как правило, есть сноски, если есть незнакомые слова. И после этого они выполняют несколько упражнений. В данном случае, например, почитав отрывок текста, второй отрывок, они должны расставить картинки в правильном порядке и сделать им подписи. То есть у нас идет навык смыслового чтения. Это предметный результат. Или такого типа задания, где нужно развить воображение. Мне очень нравится, например, под буковкой B. Если вы встретили джина, волшебницу или колдуна, что бы вы пожелали. И есть пример. На основе примера, согласитесь, всегда проще строить свое собственное высказывание. А построение речевого высказывания у нас входит в метапредметный результат. Или под буковкой A. Подумайте о чем-то, что бы вы хотели сделать. Скажите классу. Я бы хотела быть знаменитым. Я бы хотела хорошо говорить по-английски. То есть такие примеры уже. Простенькие самые, конечно, уже таны. И, соответственно, учащиеся здесь уже тренируют свое воображение и высказывают свои предположения, что бы они хотели. Есть у нас также в пятом классе тоже читательский дневник. Он немножечко в другой форме. Посмотрите, он уже на английском. В нем две колонки. Слева уже дан название текста. А в My Opinion они, соответственно, вписывают свое мнение о прочитанном тексте. Если обратите внимание, то уже у нас нет никаких заготовок. Дети уже в пятом классе. Все уже на английском. Они должны уже выражать свои мысли. Да, пускай коротко, но сами и без опоры на что-либо. Есть замечательная рубрика в редакторе пятого класса «Как запоминать новые слова». Есть здесь разные способы. Хитрые и, может быть, те, которые мы уже с вами недавнократно применяли. Например, способ со списками слов. Нужно заставить список слов на английском языке. Те, которые вызывают затруднения, например, после того, как вы прочитали, ознакомились с каким-то текстом. Допустим, учащийся считает, что он недостаточно хорошо усвоил то или иное слово. Вы составляете список из семи слов, пишите их в столбик и далее просите учащегося перевести каждое слово на русский язык. При этом он должен стараться, конечно, не подглядывать словарь и не спрашивать у вас, а сначала вспомнить самому. И если он вам говорит правильный вариант перевода, то вы позволяете ему написать это слово. Сейчас у вас получаются две колоночки слова на английском и их перевод на русском. Далее вы берете листочек бумаги и закрываете поочередно сначала левый столбик, потом правый столбик. Соответственно, закрывая столбик, мы можем сдвигать листок бумаги и проверять себя правильно, ли мы это слово по-английски либо перевели на русский, либо перевели на английский. То есть вот такой вот способ запоминания. После этого, когда мы слова уже, 7 слов замечательно, да, еще раз отработали, после того, как мы их уже встречали на уроке, мы их еще раз заучили, мы их можем реализовать в деле. Соответственно, учащиеся могут поиграть, например, в игру не пантамины, либо крокодилы, как дети их называют. Либо, да, вот можно этот способ называть, как гармошка, да, то есть вот то, как можно, да, легко, с одной стороны, и ненавязчиво запомнить новые слова. Действительно, такой способ, конечно же, поможет. Недалеко они еще ушли от начальной школы пятикласски, да, поэтому они очень любят тоже делать всякие поделки. После прочтения текста об Humpty Dumpty, они делают его из вот тарелки и красок, маркеров и так далее. То есть всяких-всяких разных приспособлений. Для этого они читают инструкцию, что нужно при себе иметь, чтобы у них получилось правильный Humpty Dumpty. И уже ориентируясь по картинкам, они выполняют, получается, вот такой вот забавный персонаж. А еще есть один способ, как запоминать английские слова, тоже он у нас дан в редапе для пятого класса. Этот способ ассоциации. То есть когда мы ассоциируем знакомое с незнакомым, причем чем смешнее будет ситуация, описанная нами в нашем, да, вот мышлении, тем легче слово запомнится. Например, авторы предлагают. Английское слово bridge, most, звучит как русская bridge, короткие бриджи. Чтобы запомнить английское значение, попробуй мысленно представить забавную картинку. Через реку в качестве мостика перекинутый биджи. Это веселый способ запоминания новых слов, так как чем забавнее и абсурднее получится мысленная картинка, тем лучше он может запомнить новое слово. По-моему, очень замечательный метод. Есть еще и такое уже закладывается основу первой кирпичики к тому, как делать сообщение на основе прочитанного текста. Посмотрите, это упражнение 3. Причем рассказывается учащим, что устное сообщение должно содержать самые важные факты из прочитанного текста. Хотя очень часто учащиеся пытаются заглянуть в текст, и вместо пересказывания получается просто аккуратное прочитывание того, что лежит и написано в учебнике, к сожалению. Здесь мы их учим, потому что нужно пересказывать по опорным словам. Посмотрите, они читают текст об Льюисе Керроле и смотрят на факты, которые им выписаны. Здесь Oxford University, Alice, England и так далее. Есть какие-то даты. Они должны вспомнить, что в тексте было связано с этими именами, либо местом, либо датой, и, соответственно, назвать. После этого получится, если это все расставить в правильном порядке, пересказ прочитанного имя текста. Такой очень хороший закладывается кирпичик. Использование графических способов представления информации также задействовано, причем как в таблицах, схемах, так и, например, в таких замечательных рисунках, когда у нас, например, самое соответствует цветочку, autumn кленовому листочку, winter – это снежинка, spring, солнышко. Есть, соответственно, слова, которые нам нужно расклассифицировать. Они классифицируются уже как-то проще, потому что проводится аналогия. Либо работа с картой, например, в данном случае. У нас на глобусе изображены и океан, и страны, и нужно это все как-то подписать, в зависимости от коммуникативного задания, конечно же. Посмотрим с вами, например, из редапов для 8-11 классов, которые построены уже немножечко по другому принципу. Затрагиваются повседневные темы, то есть everyday English, социо-культурный компонент, то есть у нас там будет culture, литература, literature и наука, science. В повседневных вопросах, как правило, затрагивается тема социализации, самоопределения, решения возникающих проблем, гражданственности. И пример может быть таким, когда учащиеся должны научиться работать с booking, то есть, например, сайт booking.com, чтобы понять, как забронировать отель, либо билеты куда-либо, либо какие-то экскурсии, еду и так далее. Согласитесь, это очень метапредметное умение, потому что действительно это пригодится ему по жизни, но будь то на английском языке или на русском, не важно. Это будет в любом случае метапредметный результат. Социо-культурный компонент. Здесь социо-культурная информация и развитие критического мышления. Пример может быть таким. Учащимся по заданию нужно соотнести портрет правителя с его именем. Причем это сделать до того, как они прочитают тексты, посвященные тем или иным королям или королевам. Посмотрите, здесь у нас затрагивается социо-культурная информация. Они должны уже проанализировать, кто из них был, кто за кем шел по этапам правления и так далее. И такой пример, когда учащиеся сначала, в начале прохождения урока обсуждают значение пословицы. В данном случае, when I'm wrong, do as the humans do. Они обсуждают, как они думают о расшифровке данной пословицы, после чего уже ознакомливаются во втором задании с выдержкой из энциклопедии, посвященной как раз данной пословице. Либо, например, такой пример. A place to study. Они заполняют application form. Почему я это вынесла не в everyday English, а сюда? Потому что, в принципе, как социо-культурная информация, это может быть поступление, например, в зарубежный университет. Согласитесь, такое тоже вполне реально. Спрашивают, где приобрести. Приобрести можно в интернет-магазине издательства TITUL. Redup 6 вы не найдете. Я их перечитала. У нас есть сейчас для продажи уже 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Так что, соответственно, можете их посмотреть в интернет-магазине. Либо чаще, если, допустим, делают банановый пирог по рецепту. То есть у нас задания идут на усложнение. Смотрите, а смысл, что касается метапредметных результатов, остается все равно тем же самым. Единственное, что, так как у них уже метапредметные результаты от ступени к ступени формируются все лучше и лучше, соответственно, задания будут более внушительные. Посмотрите, да? Одну только начинку правильно расставить, что, зачем нужно класть, это уже большое дело. Давайте еще попробуйте это после этого приготовить. Представьте. Что касается литературы, то здесь будет интерпретация текста, средства языковой выразительности, высказывание своего мнения о прочитанном. Все точно так же, как и в начальной школе, где мы видели прочитательский дневник. Здесь мнение о прочитанном, конечно, будет немножко в другой форме, но тем не менее оно присутствует. Например, урок про имя. Учащихся просят написать свое имя на бумажке, приклеить его себе на одежду, ходить по классу и общаться с одноклассниками. Причем не просто без какого-то плана, а по плану. Нужно выяснить, почему дали такое имя, чья это была идея, нравится ли имя, хотя бы ты поменять имя, если да, то почему. Дают ли тебе кто-то какое-то прозвище, как ты к этому относишься и выяснить все-таки, какое имя в классе самое популярное. Вот такое, например, есть упражнение. После чего из этого упражнения есть замечательный выход. Выход идет на исследовательское такое упражнение. Нам нужно провести исследование имени, выяснить, откуда оно пошло, это имя, в честь кого назвали, если это какой-то родственник, например, то подготовить его биографию, это очень интересно. И, соответственно, можно потом это все превратить в такой проект. И как раз упражнение шестое у нас идет мини-постер о своем имени, куда в этот постер мы можем еще и включить, например, результат своего исследования, свои какие-то чувства насчет своего имени, может быть, посвятить себе стихотворение, и тоже его туда, на этот постер включить. И, может быть, даже проиллюстрировать свое имя. После чего все постеры вывешиваются в классе, и их можно уже коллективно, в малой группе сотрудничества, например, обсудить. Есть такие задания. Здесь, посмотрите, уже сразу же первое упражнение у нас на логику. Предлагаю нам с вами немножечко отвлечься от предметных результатов и самим попробовать себя проверить. Можем ли мы расшифровать данную записку? Коллеги сейчас как раз обсуждают ревабы, в принципе, в общем. Предлагаю вам выполнить первое упражнение, что в нем требуется. Нам данные номера, они соответствуют порядковому положению букв в алфавите. Смотрите, там 5, 12, 5. Если не менее, я могу приблизить. Десятый класс будет в наличии, по крайней мере. Как на утреннем вебинаре коллеги решили поступить, они сразу посмотрели на последующее задание, на второе, и таким образом сразу же разгадали. Ключей нет. Интересно, кто у нас первый из почти 430 человек присутствующих ответит. Есть такой человек, Елена Николаевна. Абсолютно верно. То есть, вот такое вот задание, когда учащиеся сталкиваются с ним в самом начале темы, здесь еще и не просто какое-то высказывание, даже не название произведения, а знаменитое высказывание Шерлока Холмса, соответственно, дальше уже читать становится еще более интересно. Да, у нас там как раз изображены Холмс и Ватсон. Это еще просто конец отпуска и начало учебного года. Ничего страшного. Растормошаться. Либо могут быть задания, то есть дальше они после этого, естественно, читают текст Конан Дуэля. Либо может быть задание на то, чтобы прочитать уже отзывы о каких-то книгах и высказать свое мнение, и с какими они согласны, с каким они не согласны. Либо, как социокультурная такая компетенция, посмотрите, какие элементы из вашей личной жизни вы распознаете в этих отрывках. То есть, вот, пожалуйста, еще идет связь у нас с личностью, то есть с внутренним таким «я». Учащиеся учатся и в 11 классе, например, продолжают этому еще учиться. Метопредметный результат у нас здесь работа по схеме, по плану, по инструкции. Посмотрите, им даны такие заготовки, типовые, можно сказать, да, фразы, которые можно использовать для того, чтобы написать отзыв о просмотренном фильме. Есть здесь и линейки, куда все это вписать. Да, понимаю, что плохо видно, могу немножечко приблизить, не уверена, правда, что вам это будет как-то лучше. Но, тем не менее, да, есть здесь все уже ключевые фразы, остается только дополнить это смыслом, смыслом конкретно прочитанного текста. Что касается наук, какие же науки затрагиваются в редапах с 8 по 11 класс? Это химия, география, информатика, физика, психология, биология и история. Смотрите, например, пример из курса истории здесь. Учащиеся проходят информацию о дверних инках, и географии здесь тоже задействованы, мы видим карту, здесь рассказывается о том, где они проживали. То есть вот, пожалуйста, на английском языке межпредметный результат, в любом случае, мы тоже достигаем. И понятие проходим. Итак, как я и обещала, в конце, после всех примеров, мы посмотрим, какие непредметные результаты эффективнее достигать на уроках, а какие во вне урочной деятельности. На уроке, это, как правило, способность принимать и сохранить цели и задачи учебной деятельности. Согласитесь, в каждом учебнике есть задания, в которых нужно внимательно вчитаться в цель задания, цель, к негативной установке, которую перед нами ставит автор. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия. Мы это делаем на каждом уроке, поэтому эффективность, конечно же, будет проявляться именно на уроке. Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессах и явлений действительности. Почему я вынесла это именно на урок, хотя это и во вне урочной деятельности тоже, конечно же, достигается, потому что начальные сведения, обратите внимание, то есть у нас может не хватать немножечко времени, чтобы очень подробно разобраться в этом предмете. Соответственно, и эффективнее все это будет достигаться именно во вне урочной деятельности. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. Опять же, мы говорим здесь и затрагиваем слово базовые предметные и межпредметные понятия, то есть более эффективно и подробно они будут рассмотрены к вами на вне урочной деятельности. Умение работы с учебными моделями. С этим, конечно, сложно поспорить, потому что все учебники содержат огромное количество таблиц, схем, диаграмм, карт, не только, да, даже дополнительная литература, как редапы, которые мы сегодня с вами посмотрели. Естественно, соответственно, все это будет достигаться более эффективно на уроке, потому что у нас на это есть время, мы в рамках работы на уроке с этим как раз очень достаточное время работаем. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Тоже, пожалуйста, да, на уроке это, конечно же, затрагивается, потому что на каждом уроке у нас рефлексия в конце есть. Что касается внеурочной деятельности, способы решения проблем творческого и поискового характера мы сюда отнесем. Почему? Потому что у нас есть больше времени на внеурочные деятельности. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности тоже. Мы можем этому научить ребят на уроках, но более подробно и более внятно это, конечно же, у вас получится, когда вы будете, допустим, организовывать с ними какой-то центральный кружок или научное общество. Здесь они как раз распределять роли будут более внимательно, подходя к этому вопросу. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. Уроки, они-то, конечно же, все делают, но более эффективно, так как это будет ближе им, может быть, к подоху какой-то кружок, чем просто занятие с учебником. Может быть, им будет более интересна форма организации, которую вы придумаете, того или иного занятия. Соответственно, и все перечисленное, и анализ, и организация, и обработка, и так далее, все логические операции мышления, они будут проходить, естественно, эффективнее. Готовить свое выступление, готовить презентации, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. Но это, конечно же, более эффективно достигано в неурочной деятельности, ввиду того, что у нас есть чуть больше времени. Это как бы, да, у нас все-таки дополнительные такие часы, часы, и у нас уже ребята те же самые наши, вот мы их видели на уроке, они пришли к нам на внеурочную деятельность, и вы можете продолжить их учить тому, как действительно правильно подготовить свое выступление, как более логично построить свою презентацию. Как сделать так, чтобы на презентации было минимум текста, максимум, допустим, каких-то нужных только фраз и картинок. Следующее, это умение понимать причины успеха и неуспеха. На уроке у нас не всегда не отхватает времени. Более эффективно это будет во внеурочной деятельности. И, конечно же, активное использование речевых средств и КТ, потому что, что касается особенной КТ, на уроках не всегда есть такая возможность ждать, пока ребята что-то впечатают где-то, да, но, как правило, сдам это только на дом, если вдруг нет внеурочной деятельности. Если она есть внеурочной деятельности, организована она конкретно по вашему предмету, по иностранному языку, то, конечно же, вы можете более активно использовать и КТ. Хочу сделать сразу и несколько объявлений. В первую очередь, об онлайн-апробации учебников. Обратите внимание, что на форуме у нас сейчас идет прием заявок на апробацию унк happyenglish.ru на 2015-2016 учебный год с представлением бесплатных учебников. Обратите внимание. Условия апробации указаны по ссылочке, вы можете перейти со слайда, в любом случае, да, либо когда скачаете презентацию, либо просто зайдите на 3wenglish.ru, увидите там такой же красивый баннер, кликайте по нему и переходите на нужную вам страничку. Помимо этого, у нас есть онлайн-апробация с помощью заполнения анкет на остальные УНК тоже зайдите, посмотрите условия. ждем ваших заявок. В любом случае, сходите, читайте, задавайте вопросы. Что касается конкурсов, у нас стартовал, точнее, стартует с 1 сентября прием работ на лучшую металлическую разработку по английскому языку 2015. Конкурсов становится ежегодным, он проводился в прошлом году, было очень много работ, я думаю, что вы видели металлическую копилку, которая получилась по результатам, пользуетесь, надеюсь, заданиями. Так что будем ждать ваших работ, присылайте. Вопросы свои тоже можете задавать как на форуме, так и в социальных сетях. В наших группах мы ответим в любом случае, где вы что не спросили. Поэтому за обновлениями можно следить на форуме, можно следить за обновлениями и нашими новостями в социальных сетях. Пожалуйста, мы есть и ВКонтакте, если кто-то еще не вступил у нас в группу, и в Фейсбуке, заходите, регистрируйтесь, спрашивайте, участвуйте в конкурсах, будем рады вас видеть. Если вдруг кто не был еще в нашем интернет-магазине, то заходите, ссылочка на слайде. И поддержка дополнительных учебных пособий, в том числе, например, ребапов, по ссылке, то есть, что у вас сейчас вторая на слайде. Как найти методическую копилку? Методическая копилка раздается на семинарах бесплатно. Как только будет семинар в вашем городе, либо в несвежащем городе, к тому, где вы работаете, конечно, приезжайте, она будет в раздатке. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 чтобы достигнуть этой цели, и правильно искать способы решения данных задач. Вот, в принципе, и все, что от нас требуется. Мы это делаем на каждом уроке. На каждом уроке мы напоминаем детям, что необходимо внимательно читать задания к упражнению, что нужно внимательно вчитываться, посмотреть, что именно от нас требуется. Если вам какой-то план, то, конечно же, внимательно его проанализировать. То есть, вот все, все это входит как раз в первый метапредметный результат. Второе. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Здесь нам ничего особо пояснять не нужно. Сюда входят все творческие задания, все проекты, потому что они требуют, конечно же, творческого отношения. То есть, здесь должно быть развито воображение на хорошем уровне. И, соответственно, умение что-то искать, какую-то информацию, будь то в учебнике, либо в дополнительной литературе, или в интернете, например. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия. Определять наиболее эффективные способы достижения результата. А вкупе это все можно назвать регулятивными УД, да? То, что, возможно, вам ближе. Но так как метапредметные результаты как раз и включают в себя освоенные учащимися универсальные учебные действия и межпредметные понятия, поэтому мы с вами находим здесь как раз внутри метапредметных результатов знакомые нам слова, которые относятся к универсальным учебным действиям. Да, здесь планирование, контроль, оценка и определение способов достижения результата. Что от нас требуется? Мы должны научить ребенка работать по плану, уметь самому планировать свою деятельность, уметь оценить то, как он выполняет свою же деятельность, да? Контролировать, сверять себя с планом, иду ли я по плану, или я где-то отклонился. И, конечно же, определять способы того, как достигнуть той или иной цели. Посмотрите, да? Данный пункт, последний, определяет способы достижения результата, он схож с пунктом первым метапредметных результатов. Четвертое. Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности. Это очень важно. Почему важно? Потому что мы часто бывает просто подошли к ребенку и поправили что-то как-то, помогли ему, подсказали, где найти. Бывает даже, что еще ученик сам не успел попросить у нас помощи, а мы уже бежим ему помочь. Это не всегда верно, потому что, согласно ВКОС, мы должны научить ребенка учиться, то есть самому добывать какие-то знания, самому с чем-то сталкиваться и стараться решить какую-то задачу. Однако, от нас ВКОС требует, чтобы мы научили его понимать, почему у него что-то получилось, а почему у него что-то не получилось. Соответственно, если у ребенка, вы видите, что-то не получается, он начинает нервничать, может быть, не хочет делать какую-то поделку, скажем, да, то, конечно же, стоит научить его обращать внимание на то, что есть еще в классе педагог, который может подойти и помочь советам каким-то, да, действиям каким-то. Соответственно, он после этого должен обязательно проанализировать свою причину неуспеха, почему у него что-то не получилось, да, в какой-то там, допустим, поделке или в каком-то задании. И, соответственно, уже в следующий раз, когда он у вас столкнется с этим совсем, да, то он будет и, конечно же, пятый будет заданно задействован, он будет уже рефлексировать на этот счет, да, и выполнит задание абсолютно верное, и не будет уже на этой проблеме спотыкаться. Пятый пункт как раз у нас освоение в начале форм познавательной личностной рефлексии, да, так как мы говорим о предметных результатах из ВГОСНОО, то, соответственно, здесь у нас начальные формы рефлексии, да, в среднем зрении уже, конечно же, рефлексия только продолжает еще более, да, развиваться и формироваться. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. Здесь идет речь исключительно о моделировании, моделировании, причем модели подразумеваются под моделями и схемы, и карты, и таблицы, и всевозможные диаграммы, все-все-все, это будет одним словом называться моделирование, то есть использование знаково-символических средств. С этим мы сталкиваемся на каждом уроке практически, да, очень часто у нас такие упражнения есть в учебнике, очень часто такие упражнения есть в дополнительной литературе. Седьмой пункт. Активное использование ИКТ. Собственно, даже весь пункт отчитывать не требуется, да, я основные слова подчеркнула, и это действительно так. От нас требует в год, чтобы мы ИКТ старались вводить, да, в начальной школе, чтобы мы, ребята, учили вводить текст с помощью клавиатуры. Это действительно для них еще сложнее, что-то новое, да, на русском они бывают печатать очень хорошо умеют, а на английском для них уже немножечко-то все новое. Соответственно, вот мы можем этого всего достигать и на уроках тоже, и во внеурочной деятельности, конечно же. Восьмой пункт. Восьмой, девятый и десятый пункт, мы посмотрим их тоже по порядку, тем не менее они очень взаимосвязаны. И именно они, на взгляд ученых, являются основополагающими в формировании метапредметных результатов. Смотрите, пожалуйста. Как вы думаете, в какой деятельности на уроке вы можете реализовать все подчеркнутые, вот, мною поставленные, да, перед нами задачи. Это использование различных способов поиска, сбор, обработка, анализ, организация, передача, интерпретация информации, умение вводить текст с помощью клавиатуры, готовить выступления, соблюдать нормы этики и этикета. Вот Оксана Сурина уже сразу же быстренько ответила, все верно абсолютно, я с вами согласна, это проектная деятельность. Именно в ней, да, проект верно, мы можем разом реализовать все перечисленное здесь. Хотя, согласитесь, здесь перечислено очень много, да, и все это почему-то не разделено на разные подпункты, да, хотя мы уже говорили про ЭКТ, но тем не менее, ввести текст с помощью клавиатуры почему-то в восьмом пункте, да, и не в предыдущем, не в седьмом. Выступать с, и это относится к речевым высказываниям, такой пункт мы тоже еще увидим, но в любом случае, да, так как здесь все наоборот для нас удобно соотнесено все в одном пункте, мы видим, что это все можно реализовать с помощью проектной деятельности. Вот такая для нас небольшая, ну, польза, да. А девятый пункт. Овладение навыками смыслового чтения. Кстати, на утреннем вебинаре коллеги предположили, что можно восьмой пункт применить весь при смысловом чтении как раз, то есть при чтении каких-либо текстов, рассказов и так далее. Пояснив это тем, что действительно, когда мы читаем, мы собираем какую-то информацию, ее обрабатываем, анализируем, как-то ее можем организовать, соответственно, чтобы выполнить какие-то последующие упражнения. Используем какие-то дополнительные средства поиска, пускай даже не обязательно из интернета, но и из личного опыта. Если мы какой-то читаем текст, нам нужно выполнить к нему какое-то дополнительное задание. Единственное, что не всегда понадобится, конечно, вводить текст с помощью клавиатуры, но тем не менее, например, ответьте на вопрос после прочитанного текста, потребуя, чтобы выступить с каким-то подготовленным высказыванием, соблюдая нормы информационной избирательности, этики и этикета. Потому что тексты бывают разные, рассказы бывают разные, выбрать из них необходимое – это очень сложно, согласитесь. Соответственно, тоже можно применить сразу весь восьмой пункт на материале только одного чтения, например, как виза речевой деятельности. Итак, девятое. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. По сути, мы с вами тоже проговорились часто. Смысловое чтение, конечно же, подразумевает в себе и анализ информации, и ее синтез, потому что мы ищем что-то для какой-то цели. То есть, читая текст для того, чтобы понять какой-то определенный смысл, который от нас требуется в задании. Осознанно строить речевое высказывание. Соответственно, все послетекстовые задания, как правило, особенно те, которые требуют выхода в речь, нас призывают к тому, чтобы мы именно осознанно строили речевое высказывание. Десятое. Обладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогии и причинно-следственных связей. Вот как раз все то самое, что нам необходимо и для выполнения проекта, и для выполнения любого, в принципе, задания из школьного учебника, из дополнительной какой-то литературы, будь то на кружке, на уроке. В любом случае, коллеги, те, кто жалуется, что пропустили первые 10 минут, вы не беспокойтесь, мы надеемся, что видеозапись будет нормальная, получится, и вы сможете, если что, наверстать упущенное, посмотрев видеозапись. Пока вы посмотрели в чат, сразу же отвечу на вопрос. Администрация школы в начальных классах требует полночные планы ПАВГОС. Есть ли конкретный шаблон, что за чем идет? Ведь английский отличается все-таки от других. В интернете много, но правильный вариант какой непонятный. Заранее спасибо. Коллеги, вот я вам точно могу сказать, что единой формы в принципе быть не может, потому что как нет единой формы, скажем, планирования, нет единой формы конспекта урока, так, соответственно, у нас нет единой формы поурочных планов ПАВГОС. Я знаю, что учтые начальные школы часто бывают обмениваются такими планами, у них они более или менее уже стандартизированные, но они и реализовывать стандарт начали раньше, чем мы, предметники, английский язык. То есть до нас стандарт дошел, согласитесь, позже получается, на сколько? На целый год. Те, кто были школой, которые заранее в этот эксперимент были включены, они еще дольше, получается, это все на себе проверяют. Соответственно, у них уже есть разработанные шаблоны, просто потому что они друг с другом делятся, на разных форумах все это выкладывают. Соответственно, считается, что у них есть какая-то более-менее разработанная схема. У нас такой схемы нет, поэтому я знаю, что во многих изданиях они предусматриваются. Есть такое, действительно. Но, тем не менее, если у вас в школе есть разработанная какая-то определенная форма конспектов, поурочных планов ПАВГОС, допустим, там какой-то было добавляться определенный столбик, да, потому что в каких-то школах требует... Я вот проводила вебинар в прошлом году, в сентябре, где мы как раз рассматривали, что в каких-то школах требуют, например, те же самые технологические карты, в каких-то не требуют. Где-то требуют, чтобы в поурочные планы обязательно должна была быть включена колоночка с универсальными учебными действиями, где-то, допустим, не требуют. Где-то требуют, чтобы эта колоночка была расписана, допустим, к каждому урока, а где-то по разделам учебника или на несколько уроков можно их объединять. То есть требования настолько везде разные, что вы можете ориентироваться только на то, что у вас есть сейчас в образовательном учреждении, где вы работаете. В принципе, как-то так. Пожалуйста.